В Люберцах более четверти века работает компания по производству промышленных насосов. С рабочим визитом посетил предприятие Владимир Волков. Глава округа ознакомился с производственным процессом и пообщался с сотрудниками. На месте работали мои коллеги. От циркуляционных насосов для перекачивания чистой воды, источных масс в системах канализации, до устройств, которые используются для подъема воды из скважин на поверхность. Перед началом сборки – подгонка деталей и их покраска. Геннадий Лепницкий трудится на предприятии почти 10 лет. За день собирает несколько насосов разных модификаций. Фонарь, улитка, вал, насадка, торцевое уплотнение. Какие-нибудь химические жидкости перекачивать. Может быть, кислота, может быть, что-то еще такое. Насосы производят из нержавеющих стали и титана, поэтому востребованы не только в коммунальной сфере, но и в промышленности. Их используют для перекачки масел, нефтепродуктов, откачки газов и паров. Детали для насосов изготавливают на отечественных литейных предприятиях, что особенно важно в условиях санкций. Уникальный коллектив, уникальный коллектив инженеров, которые организовали это производство более 25 лет назад, дает очень серьезный результат. Задел прочности и приятно слышать и знать от наших коллег, от разного рода предприятий, строительных компаний, которые используют оборудование, самое главное, отзываются о нем как самым надежным. Надежнее, чем западные аналоги. В 2015 году на заводе освоили выпуск новых типов насосов, предназначенных для перекачивания химически активных жидкостей. По словам генерального директора предприятия, производственные мощности будут увеличены. За прошлый год инвестиции в новое оборудование у нас составили порядка 30 миллионов рублей. Этим летом мы планируем подвести в теплый контур новое производственное здание. площадью 800 квадратных метров. В год здесь выпускают около 1600 насосов разного назначения. Они используются на предприятиях в России, Казахстане и Республике Беларусь. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.